Первое, мы решили пригласить, на мой взгляд, выдающегося человека, чтобы не пропустить Айдерага Меметова. Вот все регалии его прочитаю. Профессор, доктор филологических наук, заслуженный работник народного образования Украины, академик Крымской академии наук, декан факультета Крымсто-Татарской и Восточной филологии, Таврическая академия Крымского федерального университета именно Вернадского. Ничего не пропустил, Айдерага? Ну, там еще очень много, этого достаточно. Ну, Нариман как-то начал, как по-советски, добрый вечер, ахай лав. Селям алейкум. Селям алейкум, да, после летних каникул мы снова вместе, да, мы набирали сил, думали над новыми гостями, над новыми темами, и запускаем второй сезон. Поддерживаю все, что сказал Нариман, выдающий человек, многогранная личность Айдерага Меметов. Я бы еще отметил в его биографии, что у него достоин звания мастера спорта Советского Союза по греко-римской борьбе. По греко-римской борьбе. И еще один факт интересный в его биографии, то что Айдерага родился 22 марта 1944 года, за два месяца до совершения геноцида против крымскитарского народа, поэтому это тоже такой факт, коренной крымчанин здесь и родился, и маленьким был уже в ссылке. Айдерага, сегодня будем говорить об истории. Айдерага, вот давай вот эту тему, да, закроем по скифам. Получается, все племена, которые были здесь, вот, тавры, кемерийцы, аланы, готы, сарматы, да? И аланы, и сарматы. Все тюркоязычные племена были, да? Все это тюркские племена. То есть это наши предки, предки крымских тата, крымскитарского народа. Они приняли участие в этногенезе крымских тата. Да, там, вот этого начала. Потому что ни один народ, завоевывая ту или иную территорию, полностью не уничтожал. Такие были явления очень редкие. Это, ну, точно нас, то, что нас в 1944 году, это не является, конечно, это является нонсенсом. Чтобы 100% населения, коренного населения взять и выселить из родной территории. От какой все-таки даты, от какого столетия мы отталкиваемся от начала этногенеза крымскитарского народа? Формирование этногенеза. Значит, как таковые, как мы прекрасно понимаем, чистых наций нет. В свое время немцы говорили, мы арийцы, и мы являемся чистокровными и так далее. Если они тоже сейчас признали, что нет чистых рас. Естественно, в Крыму, крымские татары формировались в Крыму. Кстати, это единственный народ, я подчеркиваю, единственный народ, который формировался в Крыму. Вот тогда языком международного общения был наш язык. И не только это словарь. Более восьми словарей я насчитал, там, где наш язык выступает в качестве основного, который изучают. Это в Багдаде издавали, в арабских странах издавали и так далее. Это конец XII века. Это наши словари, это наши словари, наш язык там зафиксирован. Вы же знаете, мамлюки хозяйничали в Египте. Вот для того, чтобы изучить язык мамлюков, местное население, арабы, изучали наш крымско-татарский язык. Я как раз работал с этими словарями. Недавно я написал большую статью, ее опубликовали в очень солидном журнале. Там рейтинг Web of Science. Это один из самых рейтинговых журналов. Большая статья, около одного печатного листа. Я там перечисляю все словари, которые имеют прямое отношение к крымско-татарскому языку XI-XV веков. Знаем мы свою историю, к сожалению, мы ее подзабыли. Но нам, возможно, и помогли это сделать. Недавно почитал вашу книгу, которую я хочу показать. «Этиническая история крымских татар». Это вторая книга, да, Эдерга? Это вторая книга? Нет, это первая книга. Вот это первая. Это первая. Это первая. До V века. Значит, она здесь, никаких отрицательных отзывов по ней не поступало. Предположение, где-то мы на международных конференциях все эти вопросы решали на научной основе. И то, что я вам говорил, в 2014 году в Москве, в Академии наук, впервые в резолюции международной конференции было внесено, часть скифов являются тюркоязычными. Все, мы эту тему закрыли. Здесь уже вопросы были, являются ли кемерийцы тюркоязычными, являются ли другие тавры и так далее. Ну, это пусть ищут доказательств. Я свои доказательства привел. Айдерага, ну вот все-таки наша задача показать, что все эти древние племена участвовали в этой генезии крымсто-татарского народа. И этому свидетельствует очень много факторов. То есть, помимо того, что они действительно тюркского происхождения, мы уже с вами поговорили по этому поводу. Вот было исследование географическим общим в США в 2011 году. И они там на уровне генетики, то есть проверяли крымских татар, то есть смотрели, делали анализ ДНК и разделяли их по гапогруппам. На сегодняшний день, мы, насколько знаем, из ваших же источников, их у крымских татар аж 28. Вот многие не понимают, что это такое. Вот в двух словах объяснить, что такое гапогруппы и какой результат они дают именно с точки зрения происхождения крымско-татарского народа. История наука, мы, как с вами говорили, это политическая наука, но кроме этого есть еще медицина. Так вот, один из крупнейших исследователей в этой области является Анатолий Клесов. Я с этим ученым познакомился в 2014 году в Москве. После этого мы с ним как-то сдружились, и для меня было интересно знать его мнение по поводу тех произведенных вот этих анализов. Эти анализы проводились не только в Германии в научных исследовательских институтах, не только в Соединенных Штатах, но и у нас в Новосибирском университете. Вот там в Новосибирске есть центр, медицинский центр, который располагает огромным количеством материала для исследования, в том числе и скифского. Вот этот скифский материал был исследован крупнейшими учеными, и они выявили R1AZ93. Это группа, это гаплогруппа скифов. И если мы теперь посмотрим, что же от тех скифов осталось, то вот современные ведущие ученые в этой сфере пишут, в том числе и Анатолий Клесов пишет, что сейчас те народы, которые говорят на тюркском языке, больше всего R1AZ93 сохранилось среди них. Это говорит о том, что прямое участие в этногенезе тюркских народов, современных, говорящих на тюркском языке, я подчеркиваю, говорящих, возможно, исторически они могли говорить и на других языках. Но на данный момент говорящих на тюркских языках, предками их являются скифы. В двух словах вот так можно пояснить. Среди крымских татар тоже имеется эта гаплогруппа R1AZ93. Значит, никуда они не улетучились. Кто бы как бы не хотел, кто бы как бы историю не переписывал, а вот генетический материал переписать нельзя. Национальное самосознание формируется в определенной среде. В первую очередь, когда ребенок родился, это в первую очередь семья, дом. Формируется национальное самосознание на базе, в первую очередь, языка. Если человек с детства не говорил на своем родном языке, то говорить о национальном самосознании очень и очень сложно. Кроме того, на развитие национального самосознания влияет знание истории. Можем ли мы похвастаться тем, что многие из нас знают свою историю? И поэтому, для того, чтобы вытравить национальное самосознание, в первую очередь, уничтожается история этого народа. В первую очередь. А уже затем язык. Я уже не говорю о других надстройках. Это религия и так далее, и так далее. Это уже второстепенное. Но если человек не знает своего родного языка, если он не знает своей истории, говорить о национальном самосознании не приходится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры сделал DimaTorzok